Доброй ночи. Ну что ж, воздадим Богу славу. Аминь. Сегодня я писала субтитры к видео, иначе будет хаос 2. И я вспомнила, что Господь нам проговорил. Сто лет ученые наблюдают за самой старшей, за самой старой звездой во Вселенной. Но я загуглила у себя в телефоне, выскочила другая звезда. Вот, не могу Саил. То есть, большой взрыв впереди науки всей. Очень невыгодно, чтобы какая-то звезда была старше всей Вселенной. Потому что отрицание не тогда происходит большого взрыва, как эта звезда сохранилась после взрыва. Нелогично. Но я вспомнила. И в ютубе нашла видео, в котором молодой человек начинает убеждать, что ничего такого нет. Она не старая. Нет, она не старше Вселенной. Вы что? Нет, там все нормально. Начинает рассказывать, как измеряется возраст Вселенной по расширению. Что якобы расширяется на 70 километров в секунду. И вот они считают, и вот каким-то образом они там вычисляют возраст Вселенной. А вот рассказывает, он рассказывает, и... Ну, понимаешь, я уже четыре месяца рассказываю свою точку зрения о том, как интересно нас обманывают ученые, потасовывают факты. Вот. И самое интересное, вот я же вытерла только что свое видео, свои трансляции. Уже пишу другим способом. Уже буду видео загружать. Потому что иродует мою внешность уже не первый раз. Каким-то образом на заставку попадает самое неудачное мое выражение лица. Вот. Это и в Фейсбуке перепощиваю. Там уродливое выражение лица. Кто этим занимается? Кто за этим стоит? Вот мне высылали уже в комментариях чей-то номер. Ну, кто хакер? Кто этим занимается? Я не знаю. Вот. Ну, сейчас, я думаю, надеюсь, будет лучше качество. Вот. Потому что я считаю как бы долгом своим выходить прямой трансляции. Хотя меня ночью там или днем немало. Мало кто смотрит. Вообще там единицы смотрят меня. Вот. Даже не единицы. Один человек, кто бывает, вообще никто не смотрит. Сегодня два там смотрели мои предыдущие видео о Сукоте. Ну, я это распространяю. Кто может тут видит. Уже иностранцы меня так просматривают. Даже с мусульманином каким-то там переговорила в комментариях. Он спросил, как я отношусь, как я отношусь к Корану. Я отношусь ко всем верующим людям положительно. Ну, вот как недавно информация прозвучала для меня новая, что 2,5 миллиарда христиан на планете, 1,6 миллиарда мусульман и 13 миллионов иудеев. Вот эти все люди – это те, кто поклоняется единому праотцу Аврааму. Понимаете? Вот. А евреи – это дети Израиля. Есть разница. Понимаете? А Израиль – это внук Авраама. Вот. Получается, что у Бога больше детей. Предок Авраам, у него же еще кроме Исмаила, который был сын рабыни Агари, еще же были дети, когда Сара умерла. У него еще раз делились вроде шестеро детей. То есть он богатый Авраам на своих... А Бог обещал ему, что благословится в нем все племена. Так что будем едины, будем поклоняться Всевышнему Творцу, который дает всем по своей благодати. Ну, ожесточил Бог сердце Фарона когда-то, выводя свой народ из Египта. Вот. Ну, все это Божья слава. Понимаете? Когда мы даже где-то конфликтуем с каким-то вопросом, лишь бы мы конфликтовали на таком уровне совместно. Ну, и во гневе, чтобы Солнце наше не угошало. Вот. Но войны – это страшно. Поэтому я уже говорила и буду говорить о том, что мы должны заботиться о том, чтобы прекратить войны. Вот. А если ученые доказывают по какой-то причине, они видят уже факты, что нету большого взрыва, несовпадения, то нужно уже поклониться Богу. Вот. Потому что начало мудрости, страх Господень. И поэтому у нас и воины, что некоторые бессовестные Бога не боятся. Понимаете? А мы, если вы совестливые люди, если вы справедливые, если вы любите жизнь, так вы должны бояться воин. А правители, бессовестные безбожники, они к этим воинам стремятся. Потому что это их доход. Вот. Это их сила, это их стабильность. Понимаете? Чем больше безобразия творит человек, тем больше ему нужно вокруг нестабильности. Понимаете? Вот такая правда. Поэтому я ученых призываю к последовательности, к тому, чтобы говорить правду. Потому что написано в Библии, что отец лжи дьявол. Не будьте служителями дьявола. Вот. И если уже сто лет изучается звезда Мафусаил, названа она так в честь праотца Ноя, которого родил Енох. А Енох прожил 365 лет и не умер, а был забран Богом. Куда был забран? Это ещё загадка. Вот. И Мафусаил это тот, кто прожил больше всех по родцу 369 лет. 969 лет, извините. Около 1000 лет он прожил. Он не дожил 31 год. И вот я вчера смотрела видео о строении нашего спинного мозга. Оказывается, он состоит из 31 уровня, как этажей называется, который отвечает за каждый наш орган, за кожу, за руки и так далее. Вот. 31. В этой мудрости. 31. Кстати, я ассоциировала 31 с женщиной. Тут, оказывается, ещё и вот такой вот есть информация и притч 31 глава. Вот. Так что Бог всё скрыл. А мы ищем. Ну, получается, что... Ну, смешно наблюдать, конечно, за этими потугами, доказать, писать эту звезду, которую уже сто лет изучают. Уже в 2000 году установили её возраст. 16 миллиардов лет. А вселенная 13,8. А некоторые уже говорят, что ещё и меньше вселенной. Вот. Ну, я поклоняюсь творцу. Я понимаю, что он спешил. Ну, видно, жизнь уже была. И были его живые существа. Жили... Ну, вокруг звезды уже, наверное, тогда какая-то планета была вокруг этой звезды. Может, сейчас живут. Я не знаю. Но я так понимаю, что если Вселенная 13,5 миллиардов лет, то... Или 13,8, мне говорят, она сейчас меньше, но это не имеет значения. То вот эта разница в возрасте между звездой и Вселенной – это тот период, когда Бог творил все мелкие детальки, из которых состоят наши. И наши звезды, и планеты, и наши тела. Вот. Я поклоняюсь Богу, который такое огромное количество лет, получается, период где-то 2 миллиарда лет, потратил на то, чтобы сделать огромную Вселенную. Вот. Сделать материал для огромной Вселенной. И написано в Библии, что вначале Бог сотворил небо и землю. И я уже говорила в одном из своих роликов, что и эта частичка, которая переведена как союз, и на самом деле у евреев там идет дополнение. Дополнение. Частичка, которая означает дополнение. То есть какое-то взаимоотношение между небо и земля. Вот. Видимо, тут вот это вот может и есть откровение о первой жизни, о первой планете, о первой звезде. Вот. Где-то что-то здесь сокрыто. А вот потом. Потом он начал говорить, что тьма над бездной была. Может, там и упал отец лжи, первый ангел. Вот. И поэтому так все сотворилось. Дальше. Звезды были сотворены на четвертый день. А человек так говорит. Только на четвертый день. Ну, дни у Бога это, конечно, не то, что мы видим. Вот. И я уже говорила, что евреи когда-то переводили Тору с древнееврейского на арамейский, потому что устарел язык. Вот. И заменяли имя Божие понятием Слова Божьего. Поэтому уже мы к себе уже, как бы, относим, как сказать... Может, Бог так допустил, не знаю. Но чтобы не было отчеловечения Бога, так переводчики Библии, Торы, так им вещами занимались. Вот. Ну, не словом Бог сотворил Вселенную, конечно, не словом. А мышца его сотворила. То есть его рассудительность. Потому что все очень сложно. Ученый в этом уже убеждается. Вот. И... Ну, что остается делать ученым? Я говорю. Надо молиться. И просить у Бога мудрости. Искать его воли, его лица, его воли для жизни. Потому что, если мы будем надмиваться умом и вот такими вещами заниматься... Вот. Это будет, конечно, печально. Вот. Так что... Благослови душа моя Господа. И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа. И не забывай всех. Благослови душа моя Господа. И не забывай всех благодеяний Его. Сто третий Псалом. Я учила его украинским языком. Я благословляю всех, кто любит жизнь. Радуйтесь. И еще раз говорю. Радуйтесь. Будьте благословены.